Приветствуем вас, дорогие телезрители! Сегодня о самых запоминающихся событиях в истории России и мира будем рассказывать мы, Александр Рахленко И Людмила Татарова. Вы смотрите программу «День веков хронограф». 6 марта 1802 года появился на свет Андрей Штекеншнейдер, будущий архитектор. Штекеншнейдер родился под Санкт-Петербургом в Гатчине, в семье Мельника, выходца из Германии. Он учился в Санкт-Петербургской академии художеств. В 1821 году Андрей Иванович поступил чертежником в Комитет строения и гидравлических работ. С 1925 года был архитектором-рисовальщиком в комиссии по возведению Исаакиевского собора. Андрей Иванович был привлечен архитектором Монферраном к работам в Зимнем дворце. Также он строил по частным заказам. В 1834 году Штекеншнейдер получил звание академика. Он ездил за границу, посетил Италию, Францию, Англию и Германию. В 1844 году получил звание профессора второй степени Санкт-Петербургской академии художеств. С 1848 года Штекеншнейдер – архитектор императорского двора. В Петербурге он создал Мариинский дворец, Новомихайловский и Николаевский дворцы, дворец Белосельских-Белозерских и ряд частных особняков, павильоны в Петергофе, памятник великой княгине Александре Николаевне в Царском селе, в Крыму дворец императрицы Александры Федоровны. Также он перестраивал зимний мраморный Аничков дворцы, внутренние покои Старого Эрмитажа, Аронинбаумского и Стрельненского дворцов. Сегодня 6 марта. Вы смотрите программу «День веков. Хронограф». В этот день произошло много интересных событий в области науки и культуры. О некоторых из них мы и расскажем вам. 6 марта 1853 года в Венеции Джузеппе Верди была поставлена опера «Травиата», пополнившая число музыкальных шедевров XIX века. Сюжет «Травиаты» был заимствован из романа Александра Дюма «Сына» «Дама с камелиями». В 1848 году Дюма переработал роман в пьесу, однако премьера ее состоялась лишь 4 года спустя. Цензура долго не разрешала постановку, считая пьесу безнравственной, бросающей вызов моральным устоям буржуазного общества. Получив, наконец, доступ на сцену, «Дама с камелиями» сразу же завоевала шумный успех и обошла все театры Европы. На премьере в Париже присутствовал Верди, который вскоре принялся за создание оперы. Композитор активно участвовал в разработке либретто, добиваясь сжатости действия. «Травиата» была поставлена 6 марта 1853 года в Венеции и потерпела скандальный провал. Верди сделал героиней оперы женщину отвергнутую общество. Он специально подчеркнул это названием «Травиатта», по-итальянски «падшая», «заблудшая». Однако Верди твердо верил, что «Травиатта» добьется признания. Через год опера вновь была поставлена в Венеции и имела огромный успех. Для этой постановки Верди согласился убрать современные костюмы. Действие было перенесено в более отдаленную эпоху на полтора столетия назад. Но вскоре, однако, он восстановил современную обстановку драмы. Спустя некоторое время «Травиатта» стала одной из самых знаменитых опер в репертуаре мирового музыкального театра. Дюма, познакомившись с «Травиаттой», сказал, «Через 50 лет никто не вспомнил бы о моей даме с камелиями, но Верди обессмертил ее». 6 марта 1899 года немецкий химик Феликс Хоффман получил патент на аспирин. В народной медицине издавна было принято снижать жар и снимать боль водной настойкой коры вербы. В древности для лечения инфекционных болезней и подагры, для облегчения боли и снижения температуры использовали разного рода экстракты ивовой коры. В 1763 году священник Эдвард Стоун сделал в Королевском обществе Лондона доклад об излечении лихорадочного озноба настойкой коры ивы. В 1838 году было показано, что активным компонентом коры ивы является солициловая кислота. Итальянский химик Рафаэль Пирия выделил из ивовой коры солициловую кислоту, определил химический состав этого вещества и успешно синтезировал его. Оно получило название солициловой, спираевой кислоты. Однако практического лекарственного применения солициловая кислота тогда не получила. Лишь 15 лет спустя, после того, как эту кислоту в 1860 году впервые получили искусственным путем, стала употребляться ее натриевая соль. Чтобы получить другие виды солициловой кислоты, лечебное свойство которых могло бы быть еще более действенным, Феликс Хоффман разработал технологию производства ацетилсолициловой кислоты. Продукт получил коммерческое название аспирин. Это название составлено из двух частей. А от ацетил и спир, от латинского названия таволги, растение, из которого впервые была химически выделена солициловая кислота. Универсальные лечебные качества и широкое распространение в медицине дают основание назвать аспирин одним из главных лекарств 20 века. 6 марта 1902 года Алексей Максимович Горький был избран почетным академиком Академии наук по разряду изящной словесности. Но не успел еще недавний обитатель ночлежек получить подписанный августейшим президентом Академии диплом, как к нему явился полицейский чин с предписанием отдать обратно диплом. Оказалось, что уже через две недели в правительственном вестнике появилось следующее неизвестно от кого исходившее сообщение. Ввиду обстоятельств, которые не были известны Соединенному собранию отделения русского языка и словесности и разряда изящной словесности, выборы в почетные академики Алексея Максимовича Пешкова, привлеченного к дознанию в порядке статьи 1.035 Устава уголовного судопроизводства, объявляются недействительными. Между тем, вся Россия знала об аресте Горького за открытое выражение сочувствия Горького революционному движению. Да и не было никакого основания приписывать членам Академии готовность руководствоваться в определении литературного ранга писателя полицейскими соображениями. Инцидент с Горьким имел печальные последствия. Короленко и Чехов, возмущенные мотивировкой неутверждения выбора Горького, вернули свои академические дипломы. А теперь мы расскажем вам о погоде в этот день в разные годы и века. 6 марта 1860 года в Шемахинском уезде в Азербайджане от сильного мороза и снежной метели 14 февраля пало свыше 700 верблюдов, более тысячи лошадей, около 6 тысяч голов крупного рогатого скота и более 90 тысяч овец, коз и баранов. 6 марта 1868 года в Шемахе и других районах Кавказа произошло сильное землетрясение. В этот день, в 1962 году, в Крыму было очень тепло. В Симферополе воздух прогрелся до плюс 25 градусов. 6 марта 2000 года ветер на Норвежском море достигал 30 метров в секунду. Высота волн – 10 метров. В этот же день на Северном Кавказе наблюдался массовый сход лавин. Сегодня 6 марта. Наша программа «День веков хронограф» подходит к концу, и самое время заглянуть в народный календарь. 6 марта Тимофей весновей. По Тимофею судили о весне. Если в этот день теплые ветры, то и весна теплая. Именно отсюда пошли оптимистические поговорки стариков на Руси. Весеннее тепло веет, старого греет. Весновей теплом привечает. Дожить до весновея, а там зима не страшна. С вами была программа «День веков хронограф». И помните, что каждый день – это дата. Каждый день – это имя. Каждый день – это событие. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова